Всем привет, меня зовут Аня Дрягина, вы на моем канале. И сегодня, в этот такой теплый, но пасмурный день, мы с вами идем в один из магазинов, который мне давно нравится, в этом районе частенько гуляю. И приехали мы на 8-ю советскую, в магазин Dream White. Будем смотреть с вами тренчи, потому что, допустим, сегодня, несмотря на то, что сейчас на улице, наверное, градусов 20-21, как видите, я в куртке, накрапывает мелкий дождик, и лето у нас часто бывает не самое теплое, не самое приятное. Кроме того, вечером достаточно прохладно, поэтому тренч, это такая летняя одежда, так же, как и существует такое у нас понятие, как летняя куртка в Петербурге. Но если вы сюда собираетесь, у меня тоже часто спрашивают, что с собой брать, обязательно берите с собой тренч, летнюю куртку, либо приезжайте в Dream White и покупайте здесь. Давайте быстренько, что на мне. Начнем с зонтика от Лагерфельд, как и сумочка. Обожаю аксессуары этого бренда. Куртка из последнего ролика моей покупки, если не посмотрели, обязательно посмотрите. Куртка «Снежная королева», часы «Ника». Еще у меня есть сережки. Я сказала, что буду использовать их больше бижутерии. Сережки покупала в «Золотом яблоке», но такие, по-моему, есть и на Али. Внизу обычная черная базовая футболка All Vinit. И мои идеальные джинсы, которые я искала очень-очень долго, нашла на Ламоде. Это манго. Наконец-то нашла джинсы, которые сидели бы на мне не слишком низко и не слишком высоко. Они сидят четко по моей талии, чуть-чуть пониже. В общем, я такие и хотела, и в меру свободные. На ногах у меня казачки Джеффри Кэмпбелл, которые у меня, наверное, уже лет 5. Мы, кстати, недавно обсуждали с моей подругой-стилистом, как начать ходить на каблуках. Так вот, мне кажется, что казаки для этого самая удобная обувь за счет этого устойчивого, скошенного каблучка. Не такого высокого. Плюс они устойчивые. Они действительно удобны, в них можно ходить целый день. В общем, если вы только ходите, точнее, учитесь ходить на каблуках, я советую вам начать с казаков. Ну все, давайте уже побежим в магазин, а то у меня скоро вся укладка распустится. Давайте с вами немножко осмотримся. Здесь два зала. Первый зал – это пальто. Но сейчас нам это не актуально, поэтому мы сейчас перейдем в зал, где тренч и прочая более легкая летняя весенняя одежда. Выбор очень большой. Сейчас мы с вами начнем примерку. Я для себя присмотрела один тренч, его забронировала. Начнем мы с него. Но сначала я вам немножечко расскажу про магазин. Длинбайт – это петербургский бренд. У меня было пальто от этого бренда зимнее. Прекрасно в нем отходило, не мерзло. В общем, за качество я также уже могу вам вручаться. В Петербурге есть несколько магазинов. Ну вот, я всегда хожу сюда, на восьмую советскую. Также я оставлю для вас промокодик на скидку, чтобы вы могли использовать его при своих заказах, либо при своих покупках. Оставлю, как обычно, внизу и продублирую в описании. Ну и вот тот самый тренч на мне, естественно, ростовка 170, 42 размер. Для меня, как вы знаете, не проблема укоротить рукава, укоротить его чуть-чуть снизу, и будет идеально, потому что по плечам он сел. Но самое классное – это его дизайн, он бикалорный. То есть здесь молочный, соединен с черным цветом. 60% хлопка в составе. Довольно легкий, но в то же время будет хорошо защищать от ветерка, от дождя. То есть функциональный классный тренч. Также такой тренч есть в другой расцветке. Стоимость также 15500. Здесь видите черный и хаки. Просто у меня черный и хаки уже есть, но он не менее эффектный. Классический крой. При этом такие интересные детали. То есть он очень долго не выйдет из моды. Подойдет и к спортивным каким-то лучкам, и к более женственным. Ну, я вообще обожаю тренчи за это, и сегодня мы примерим, скорее всего, тренчи даже с худи. У меня по этому поводу целая для вас тирада. Потому что увидела у одного стилиста, что худи вообще нельзя носить как вид одежды, потому что капюшон образует горб. Ну, камон, ребят, какой горб? Посмотрите, вот «Король и Шут» недавно вышел сериал. Там есть горбун из песни «Вдовая горбун», «Горбун и Аган». Так вот, посмотрите, где у него горб находится. Кстати, сыграл его потрясающий Олег Горкуша. Это лидер группы «Аукцион», который сам себе и небо, и луна. Смотрите сериал. Это не реклама, а мое искреннее пожелание. Ну и посмотрите, где горб находится. Наоборот, капюшон горб вам немножечко бы выровнял, если бы он у вас был. Так вот, с худи, значит, мы примерим тренч обязательно. Также я взяла с собой кроссовки. А вам предлагаю посмотреть еще что-нибудь. Ну и в своем негодовании забыла про шляпы. Она мне, кстати, очень эффектная шляпа. Смотрите, 6500, натуральная шерсть. И покажу вам сразу же вторую. Это с цепочками, чтобы ветром не унесло. Кстати, очень функционально в нашем климате. И вот вторая, 6700. Мне нравятся обе. Наверное, вот эта больше в моем стиле. Но зато такой у меня еще в гардеробе нет. Кстати, она есть в белом цвете. Тоже очень эффектная. Может быть, с каким-то тренчем мы сегодня ее также примерим. Примерим тренч поярче. Вот такой ярко-голубой. За 10300. Он, кстати, уже сейчас со скидкой 30%. На мне 38 размер. Совсем маленький, но по нему не скажешь. То есть 38 на самом деле идет на 40-42, по моим ощущениям. Хотя здесь реглан. Может быть, он на девочке поменьше будет сидеть просто очень оверсайзно. Я ношу 40-42, поэтому вот на мне. Смотрите. Мне кажется, тоже неплохо. И по длине здесь он подходит мне больше. То есть ни рукава, ни длину не нужно будет укорачивать. В целом тренч тоже всем хорош. Мне нравится. Давайте еще яркие какие-нибудь тренчи поищем. Нашла вот такую тут классную, яркую, стильную фуксию. Кстати, с подплечником. Такие 80-е. Стоимость 13 тысяч. 60% хлопка в составе. Очень даже хорошо. Примерять не буду, потому что фуксия цвет не мой. Ну, привожу, смотрите, на высокий рост. На невысоких девчонок можно оформить как макси. Укоротить чуть-чуть рукав в ателье. И будет макси модный тренч эффектный. Почему бы и нет. Вот нежно-желтый тоже потрясный, классный. Кстати, один из самых модных цветов сезона. Давайте посмотрим, сколько стоит этот тренч. 9500. И что в составе? Также 60% хлопка. Он, кстати, тоже уже на менее высокий рост. Может быть, примерим? Какой это размер? XS 40. О, давайте примерим 40. Вот это, мне кажется, прям мой цвет. Кстати, к моему сегодняшнему луку классно подходит. И смотрите, какая подкладка. Практически бёрбери. Не кричащий желтый такой, какой-то канареечный оттенок. А такой нежненький, бледно-лимонненький. В общем, я прям в восторге. И смотрите, небольшой лайфхак. Я просто затянула здесь на рукавах. И даже рукав можно не укорачивать. Частенько так делаю, если есть такая возможность. По длине меня, в принципе, тоже устраивает. Очень классный тренч. Вам его горячо рекомендую. И сама думаю, может быть, сегодня все-таки с ним уйду домой. Еще один крутяцкий вариант, который я хочу вам показать в этом уголке. К сожалению, совершенно не моя ростовка. Как видите, здесь мне и пояс не на месте. То есть я просто стянула вот эти шлевки вниз. Длина слишком. 15500, также 60% хлопка в составе. Потрясающий тренч на высоких девчонок. Эффектный, яркий, красивый. И даже мое нелюбимое сочетание черного с желтым здесь выглядит очень гармонично, мне кажется. Даже эффект не о чем просто желтый. И вот точно такой же тренч. Отличная альтернатива к классическому бежевому. Здесь черный и беж, вроде бы классические цвета, довольно классический фасон. Но есть также интересные детали. 15500, 60% хлопка. Покажу вам сейчас спинку. Если уж вам надоест, то эти детали, в принципе, съемные. То есть вы можете сделать из тренч простой классический базовый тренч. Еще здесь классная такая шлица высокая, кстати, не заметила сразу. Это очень удобно, потому что если шлица короткая, то вам будет неудобно ходить. Тем более тренч мы когда носим в сырую, в влажную погоду. Перепрыгивать через лужи в узком тренче не очень удобно. Кстати, хочу вам сразу же показать качество швов. Не смотрите, что здесь тянет. Здесь на самом деле, видите, ничего не тянет. Там просто внизу пуговки. Но отшито все супер замечательно, ровно, аккуратно. Лацканы крутые. Классная подкладка, тоже мне нравится. Тренч за свои деньги просто супер будет радовать вас много сезонов подряд. Черный плащ, только с весны он появится. Подпоедут мне сейчас дети 80-х, 90-х. Не моя ростовка. Плащ очень легкий, в отличие от моего винилового. Он, наверное, у меня в два раза тяжелее. На лето все-таки нужен легкий 16 тысяч. Нейтральная, приятная черная подкладка. На рост 165-170. Классный плащ. И также он будет круто смотреться как с каблуками, так и с спортивным стилем. Мне тоже очень нравится. И есть еще другие цвета. Хаки и шоколад. Кстати, я бы рассмотрела, может быть, какой-нибудь и не черный шоколадный. Тоже будет очень эффектный. Тем более, вы сейчас его в весной поносите только немножко. А осенью все оттенки коричневого и бежевого смотрятся очень классно. А вот она, вот она, светленькая красотка за 6500. Тоже шерстяная, фетровая. И, кстати, мне кажется, не так и плохо у меня светлый цвет. Во всяком случае, на фоне черной косухи. Теперь я не знаю, черная мне шляпка нужна или такая. Очень стильная. Кстати, не бойтесь шляп. На самом деле, их носить очень просто. Берете любое пальто, любой тренч, надеваете шляпу, и всего бардака, который ветер и дождь производят на нашей голове, будет просто не видно. Очень много классических базовых тренчей. По 10 тысяч. 60% хлопка также в составе. Мне все время хочется сказать 60% шерсти, потому что привыкла вам показывать пальто. Все разные оттенки, припыленный сиреневый, припыленный голубой, всякие разные коричневые, бежевые, песочные, какие только хотите. Хаки тоже, кстати, очень универсальный цвет. Кстати, мы должны обязательно примерить сегодня какой-то тренч хаки. Смотрите, сколько оттенков бежевого. Просто для любого цвета типа, для любой контрастности, внешности можно выбрать свой беж. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь оттенков разных. В общем, просто для всех. А вот это больше по трендам. Дождевик с карго-карманами. Карго-карманы теперь не только на брюках, но и на куртках, на юбках, на всем, чем только можно при себе представить. Здесь также 60% хлопка. Ростовка, наверное, 165-170. Странно, но талия у меня на месте. Трендово, функционально. Действительно защищает от дождя за счет капюшона. В общем, если вы не боитесь каких-то таких необычных вещей, я тоже советую присмотреться и вместо тренча посмотреть, что это такое. Обещала хаки, ловите. В общем, тренч, который я бы назвала идеальной базой. В целом, на мой рост мне нравится. Мой рост 157. Параметры есть в описании. Здесь интересная спинка, смотрите. Тем не менее, можно его все равно назвать классическим. Он легкий. Это реально летний тренч. Здесь нейтральная подкладка для тех, кто не любит, не принимает никакой принт. Такие варианты тоже есть. Как и бежевые хаки, здесь тоже тренчи много оттенков. Такой вот стоит 10 тысяч. Классный двубортный базовый. Абсолютно классический. Вот этот посветлее. У него как будто бы такая плащовая ткань, но они все пропитаны специальной пропиткой. От дождя 16 тысяч. Вот тоже такой простой двубортный 11 тысяч. Здесь уже нет этой кокетки, которая бывает на тренчах. Не все ее любят, потому что она может некоторым фигурам придавать объем. И когда большая грудь, она немножечко может приподниматься. В общем, девчонкам, у кого грудь там 5-6 размера, я бы советовала посмотреть именно к таким моделям. Гладким. И вот такой вот уже практически зеленый 10500. Тоже очень красивый, насыщенный цвет. Для какой-нибудь брюнетки жгучий. Мне кажется, вообще классно будет. По длине, как видите. То есть на рост где-то 165-170 практически вся тренчи. Ну, отелье и вперед. Еще из интересненького хочу вам показать вот такую куртку. Это из коллекции Power Woman. Здесь такие уверенные подплечники. Она укороченная, такая, с налетом 80-х. На 10 тысяч стоимость. И здесь мне что особенно нравится. Это такие пуговки в виде каких-то английских, шотландских гербов. Моего размера нет, поэтому примерять не будем. Но вещь эффектная. Если вы хотите вместо косухи что-то необычное, то вот, рекомендую. Вот смотрите, тоже серого несколько оттенков. Не 50, конечно, но я нашла три. От самого светло-серого до темно-серого. Это такой же по фасону тренч, как я только что примеряла для вас в хаке, но в другом цвете. Кстати, красивый асфальтово-серый, 14 тысяч. Качественный, легкий, летний. Ну и как и обещала, я демонстрирую тренч с худи. Я переоделась, как видите, брала с собой специальные кеды, взяла с собой худи. Ну где, какой горб? Никакого горба, нигде нет горб, какой должен быть вот здесь, а не на плечах. Кроме того, когда пошел дождичек, накинули, и все окей. Не обязательно всегда с собой зонт брать. Кстати, какой-то ходит миф, что петербуржцы всегда с собой зонт берут. Ну я вот беру с собой зонт в очень редких случаях, неохотая его таскать, и сумки у меня все маленькие. Можете посмотреть, когда будете в Петербурге, что когда дождь идет, очень многие люди бегут без зонтов. Ну а по поводу этого образа специально вам показала на самом простом базовом бежевом тренче, потому что здесь создается контраст, для черного с бежевым хорошо видно в кадре. Здесь, конечно, может быть любой тренч, как хаки, так и обычный простой черный. Еще из ткани, как у тренча, но не совсем тренч. Есть вот такой крутой костюм, мне, кстати, очень нравится. Сверху бомбер за 6500, и вот такая юбка с необработанным драным краем за 5200. Мне кажется, очень стильно смотрится, но сразу вижу, что ростовка не моя, где-то на 170. Берете Мартинс, либо какие-то другие грубые ботинки, либо те же конверсы, и все лето, когда прохладная погода, гоняете. Не любите именно такой расслабленный спортивный стиль? Есть укороченный такой вот жакет из той же ткани, то есть можно взять эту же юбку, и вот такой вот укороченный жакет. Здесь такая же ткань, 5800 стоимость, ну и с джинсами он тоже классно сядет. Все-таки примере для вас 42-й, нашла на рейле. Ну что, в принципе, неплохо рукав немножечко укоротить. Мне бы хотелось чуть-чуть вот так вот длину покороче, но в целом не критично, если взять джинсы чуть пониже, будет ремешок торчать, либо даже эти джинсы немножечко ниже спустить, и будет супер. Надо совсем на какую-то теплую погоду, очень легкий жакет, либо вниз надевать укороченный свитер, какой-то укороченный джемпер. Кстати, ко мне такой едет, я вам скоро также покажу. Будем снимать мои покупки. Я, конечно, обещала вам зайти в несколько магазинов, но я думаю, что туда мы также сходим. Придется мне все-таки побольше поснимать в следующие дни, чтобы показать вам магазины, которые я обещала, и мои покупки новые. На что еще советую здесь обратить внимание, это трикотаж, футболки, топы. Смотрите, сейчас на трикотаж частично скидка 50%. Вот, например, такой топ стоит 1000 рублей, но вам обойдется всего в 500. Завязки на талии, что актуально уже, которое лето. Вот такие топы я также обожаю. 900 рублей, то есть будет стоить 450. Под жакеты, под пиджаки, также под косуху я могла бы сегодня такой топ надеть. Абсолютно тоже такая база, которая должна быть в гардеробе. Каждый сезон обновляю, возможно, себе тоже возьму. И на что еще обратить внимание, это простые футболки. Снова это слово базовые, но это так и есть. 1500, делим пополам, 750 рублей. Не просвечивает. Плотный хлопок, объемная в меру. Есть сиреневый, фуксия. Шалфеевый, кстати, классно с денимом смотрится. И более интересно, чем просто белая футболка с джинсами, шортами, с теми же. Так, белую вам уже показала. Черная. Ну, черная на мне сегодня классно смотрится тоже с денимом и с кожей. Таких футболок должно быть много. Никогда на них не экономите. Если что, дома потом доносите. Если вам оверсайз надоест, то вы решите носить только какие-то узкие облегающие топы, бра, бандо. Такие футболки всегда в ходу. Ну что, девчонки, пришла пора нам прощаться. Показывать можно долго. У бренда более 200 моделей. Очень много цветов. Я свой выбор сделала. Этот рейндж уходит со мной. Встретимся в следующих выпусках. Не забывайте подписываться на мой канал. Не забывайте ставить пальчики вверх. И пока-пока.